Смотрите продолжение в следующей серии. Всем здравствуйте! 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 Доброе утро! Скажите, пожалуйста, хорошо ли меня слышно? Давайте проверим звук, изображение. Поставьте мне, пожалуйста, плюсики, если меня хорошо видно и слышно. Чтобы я понимала, что я не сама с собой разговариваю. Света, Сергей, ответьте мне, пожалуйста, слышно ли меня? Отреагируйте, пожалуйста. Отлично! Плюсики пошли. Прекрасно! Это здорово! Так, звук на максимум. Светлана, всем доброе утро! Доброе утро! Меня слышно? Меня видно? Отреагируйте, пожалуйста. Скажите мне, пожалуйста, хороший ли звук? Приветик, приветик! Всем привет! Друзья, ответьте, пожалуйста, отлично! Катя, спасибо! Слышно хорошо! Спасибо! Здорово! И видно тоже! Отлично! Я рада, что меня и видно, и слышно. Я вас всех поздравляю с понедельником. Я вас всех поздравляю с началом новой недели. Сегодня в Москве очень солнечно, замечательно. Это последняя неделя апреля. У нас уже скоро майские праздники. Надеюсь, что скоро весь наш карантин закончится. Мы сможем с большим удовольствием выходить на улицу и просто наслаждаться природой и погодой. И сейчас еще буквально пару минуток. Спасибо за пожелания. И мы начинаем. Я начинаю, вернее, продолжаю. Я хочу сказать, что я продолжаю свои прямые эфиры. Я говорю о... Рассказываю, делюсь с вами о продуктах компании Международный Коралловый Клуб. И доношу, даю эту информацию, с большим удовольствием даю эту информацию людям, рассказываю людям о том, как себя восстановить, как себе помочь. Мы никого не лечим. Я уже много раз говорила о том, что мы никого не лечим. Коралловый Клуб – это не больница, это не лечебница. Это компания, где есть возможность помочь себе восстановить, спрофилактировать и заняться своим здоровьем, взять ответственность за свое здоровье в свои руки. Уже давно доказано, и я думаю, что это ни для кого не секрет, что большинство проблем со здоровьем возникают из-за нехватки необходимых нам питательных микро-макроэлементов, ферментов, жирных кислот, необходимых нам в нужных пропорциях, в нужном количестве, в нужное время и в нужном месте нашего организма. И я думаю, что если бы ваш врач сказал вам о том, что если вы будете каждый день употреблять небольшое количество натуральных, природных витаминов, минералов и микроэлементов, он бы остался без работы. Потому что люди, которые таким образом себе помогают, они не нуждаются в лечении. И уже есть такие исследования, что каждый раз, когда мы хотя бы один день недополучаем какого-то питательного элемента, микро-макроэлемента, мы укорачиваем, к сожалению, свою жизнь. На несколько часов, а возможно и на несколько дней. Мне задают такие вопросы. Ну вот раньше же бабушки, дедушки наши жили, ничего не пили, ничего не ели, никакие добавки, витамины, и были здоровы, и жили долго. Да, конечно, я не спорю. И отвечаю на этот вопрос так. Вот представьте себе, что если убрать все блага цивилизации, автомобили, лифты, компьютеры, телевизоры, водопровод, а вернуть лошадей, сани, лестницы, рыбалку и охоту, чтобы добыть себе пропитание, лыжи, чтобы съездить в соседнюю деревню, зимой добраться туда, колодец, чтобы достать воду. И представьте, на все это, чтобы вот так вот жить, передвигаться и добывать себе пропитание, человек тратил раньше, это вот по исследованиям ученых, около трех с половиной тысяч килокалорий. Он двигался, и он был активным. И, соответственно, он кушал, и в своей пище должен был получать такое же количество килокалорий. С таким количеством пищи он и получал все необходимые микро-макроэлементы. Что же происходит сейчас? Сейчас у нас появились автомобили, поезда, пульты управления, мы лежим на диване, компьютер, поезд скоростной, и так далее, и так далее. То есть мы стали меньше двигаться. И мы стали меньше расходовать калорий. Это примерно полторы тысячи килокалорий. И употребить мы должны с вами примерно такой же, сколько съели килокалорий, столько и должны израсходовать. Иначе они просто уходят в ненужный нам лишний вес. Смотрите, если даже мы с вами, допустим, начнем употреблять три с половиной тысячи килокалорий, как это было раньше, то нам, как минимум, при нашем малоподвижном образе жизни у большинства, да, грозит лишний вес. А во-вторых, даже если мы с вами, даже люстра с пульта включается, точно, Лариса, точно, даже до выключателя, и то нам лень дойти, да. И во-вторых, даже если мы с вами ведем активный образ жизни, занимаемся спортом, и нам не грозит лишний вес, то сейчас в наш организм не поступит с этими продуктами питания столько питательных веществ. Почему? А давайте подумаем, и все оказывается просто и лежит на поверхности. Наши растения, наши продукты питания, они уже не имеют, изначально ты приходишь в магазин за продуктами питания, либо даже выращиваешь, или покупаешь, они уже не имеют в своем составе такого большого количества питательных веществ. Почему? Растение способно взять из земли до 60 микро-макроэлементов. Но фермер, который выращивает, и даже в деревне, у кого есть свои грядки, вносит в землю всего лишь 3 натрий, калий и фосфор. Ему материально невыгодно вносить больше питательных веществ, потому что урожайность у него от этого не изменится. Он материально в этом не заинтересован. Вот и представьте, изначально мы уже получаем с вами продукты с пониженным содержанием питательных веществ. И коралловый клуб сегодня... Да, и вот что хотел сказать. И вот с сегодняшнего дня начинаю я такую серию, скажем так, о питании. О питании именно для наших клеток. То есть я уже говорила о том, что у нас есть концепция здоровья, которая основана на таких принципах, как напоить, почистить, защитить и накормить. Вот о том, как напоить, мы уже разговаривали, и каждый раз мы к этому возвращаемся, потому что самый главный продукт у нас это вода. И еще сегодня я о ней буду говорить. О том, как почистить и от чего чистить организм, мы тоже уже рассказывали. Я и мои гости, и мы слышали множество результатов, тоже об этом уже знаем. А вот сегодня мы будем говорить, начинаем разговор о том, как же накормить. И я хочу сказать, опять же, это все уже сказано, что если мы правильно питаем свой организм на клеточном уровне, то у него практически не происходит сбоев. И тема, которую я сегодня хочу затронуть, это нервная система, спокойствие, только спокойствие, как говорил Карлсончик. Мы будем говорить, я буду говорить не о том, чем заняться на карантине, чем поиграть, как успокоить себя, как не развестись, об этом много всевозможных статей психологов и так далее. Я буду говорить о том, как поддержать свою нервную систему, чем ее подкормить и накормить, чтобы она у вас не была, чтобы вы не реагировали взрывно, чтобы вы очень адекватно реагировали на ситуацию и чтобы вы поняли к концу сегодняшнего прямого эфира, что если наша нервная система в достаточно правильном количестве накормлена теми микро-макроэлементами, которые необходимы именно ей, то вы будете спокойно переживать эти ситуации. Итак, смотрите, наш мозг, который посылает все импульсы в нашу нервную систему, что делать, как реагировать и так далее, потому что даже говорят о том, есть исследование, что отношение к той или иной ситуации в данный момент, это наш с вами выбор. Мы с вами выбираем подсознательные по привычке психануть, либо спокойно среагировать, либо рассудительно посмотреть на какую-либо ситуацию со стороны. И вот наш мозг, он состоит из жирных кислот и из воды. И первое, что в принципе нам, одно из первых, что нам необходимо, это омега, это жирные, полиненасыщенные кислоты. Что же они дают? Во-первых, омега – это антиоксидант, во-вторых, это питание мозга, и в-третьих, это микроциркуляция сосудов, то есть это наполнение, это наши сосуды становятся эластичными. Да, конечно, можно сказать, я ем рыбу. Но, друзья мои, вернемся к тому, с чего я начинала. Чтобы получить из продуктов питания на сегодняшний день необходимую концентрацию питательных веществ, рыбы вы должны кушать как минимум в день килограмма-полтора, причем хорошей, качественной рыбы. Ну, не знаю, как кошелек, а желудок точно этого не выдержит. И потом каждый день кушать только рыбу, чтобы получить жирные кислоты, это мы не говорим еще обо всех остальных продуктах, ну, просто невозможно, да. Мы с вами это не осилим, не захотим мы столько рыбы. Здесь же мы в день съедаем несколько капсул, 2-3 капсулы в день и получаем полноценное, легко усваиваемое, жирные кислоты. Дальше, если мы говорим о том, что нашему мозгу нужна вода, мы, я продолжаю дальше речь, это вот такая добавка Coral Mine. Это минеральная композиция, которая обогащает воду микро-макроэлементами. Если вы пьете такую воду, у вас минус отеки, минус головные боли, минус токсины, плюс хорошее настроение, плюс детоксикация организма. И если говорить о параметрах воды, то существует в мире много параметров воды, более 200, но наша вода точно обладает самыми главными, важными четырьмя из них. Это структура воды, это очень важно, и мы в этом разбираемся и знаем точно, что мы ходим в церковь за намоленной водой, читают бабушке молитву. Масара Эмото, японский ученый, доказал, что вода обладает памятью, что вода, над которой произносится молитва или хорошие слова, она имеет в замороженном виде структуру снежинки. И я сегодня смотрела у себя фотографии, нашла такую фотографию, где в 2014 году я была на форуме компании, Масара Эмото был у нас почетным гостем, и у меня есть фотографии, где я сижу с ним. И вот я сегодня осознала, думаю, с каким же великим человеком я фотографировалась, потому что этот человек доказал, что вода имеет информационную память и вода способна запоминать. То есть у воды есть структура. И вот если на воду говорить нехорошие слова или там возле воды ругаться или какая-то музыка или негативные фильмы, вода, структура снежинки полностью разрывается, это какой-то становится хаос. То есть вода имеет структуру. Дальше вода имеет отрицательно заряженный потенциал, потому что мы внутри с вами отрицательно заряжены, об этом я тоже уже рассказывала, опыты показывала. Вода имеет, с добавлением Coral Mine, вода становится слабощелочной, что мы тоже можем проверить. И, как я говорю, главным преимуществом нашей компании является то, что продукт демонстрируем. И мы можем PH-тестовой полосочкой проверить, что вода у нас становится слабощелочной, а все наши структуры и все наши органы, межклеточные жидкости, все наши жидкости внутри слабощелочные. Наша вода становится биодоступной, то есть она становится мягкой, она проникает в клетку и она выполняет все, проникая в клетку, кормит поэт, омывает ее и выводит токсины. И если опять же вернуться к ученым, то 1931 год немецкий ученый Отто Варбург доказал, что в слабощелочной среде не развиваются вирусы, бактерии и грибки. И если мы говорим о том, что с добавлением Coral Mine вода становится слабощелочной, то как раз таки мы и создаем ту среду, где не развиваются вирусы, бактерии и грибки. А мы знаем и мы слышали наверняка, может быть вы не слышали, я вам скажу, что вирусы, вирусы, бактерии и грибки они способны объедать наши клеточки, делать их неполноценными. Опять же, если мы пьем воду, мы создаем такую среду, где вирусы, бактерии не живут и наши клетки полноценно делятся и полноценно развиваются. Дальше, следующий продукт, о котором я хочу сказать и о котором я уже не один раз говорила, и это одни из главных продуктов нашей компании, это антиоксиданты H-500, это энергия, это выведение токсинов, это защита клеток, которые у нас есть и, скажем так, он латает уже нарушенные клетки в нашем организме. Это выносливость, это независимость, вот есть, как это, зависимость людей от, господи, даже не забыла, как они называются, кто зависит от бурь, от природных вот этих явлений. Мне не так давно звонит мужчина и говорит, болит голова, не могу, лежу. Ты что, не слышала сейчас магнитные бури? Друзья, вода, H-500 и пентакан, я не понимаю, что такое магнитные бури. Я не знаю, о чем этот мужчина мне говорит. Я говорю, нет, у меня такого нет. То есть, мы не зависим от перепадов давления на улице. И еще один продукт, о котором я хочу сказать, который также необходим для питания нервных, метеозависимый. Спасибо, Лариса, а то даже забыла, как эти люди называются, потому что самой, слава богу, это не касается. Еще один продукт, о котором я хочу сказать, называется Evening Formula. Evening – это вечер, вечерняя формула. Что здесь? Это мягкий, сбалансированный комплекс трав, растительный, опять же, продукт, о чем мы всегда говорим, растительный. Для чего? Вечерняя формула сама за себя говорит, что пить нужно вечером, нормализует засыпание, сон, бодрствование, снижает депрессивное состояние, нормализует ваше состояние, то есть, вы уже не так резко реагируете, у вас нет вот этой повышенной возбудимости, у вас нет нервных спазмов, и вы, опять же, сюда еще выменен к формулу, добавлен витамин В, сейчас вот еще я о витамине В говорю, когда вы обращаетесь к неврологу, к невропатологу, практически всегда назначают витамин В, и задаешься вопросом, боже мой, на любое заболевание, с которым не придешь, даже к терапевту, всегда назначают витамин В, то есть, либо этот витамин жизненно необходим, если задуматься, либо он участвует практически во всех процессах, потому что его очень и очень часто назначают, и мне самой его раньше часто назначали, но невропатолог назначает его в виде уколов, спасибо за сердечки, спасибо большое, назначает его в виде уколов, а если уколы, то это, конечно же, химические, синтетические вещества, да, и есть у нас, вот, да, еще вымен к формулу добавлен магний, а магний это антистрессовый продукт, но об этом еще будет дальше, потому что у меня сейчас еще будет моя гостья, которая расскажет еще о нескольких продуктах для питания нервной системы, и вот еще в двух словах хочу затронуть, такой у нас продукт есть, тест ТБ, это продукт, который комплекс витаминов В, и сразу же расскажу свой результат на витамине В, у нас немножко он раньше был в другой формуле, значит, витамин В, это наше нервное окончание, это здесь ИБ1, ИБ6, ИБ9, ИБ12, наше нервное окончание, у меня была такая ситуация, да, это действительно вкуснятина, он имеет такой кисленько-лимонный, лаймовый вкус, и просто как конфетка, те люди, которые не кушают сладкой, но иногда хотя бы, можно скушать, эту конфету, можно давать людям, и я давала свои примеры, она с удовольствием кушала, и говорила, твои конфетки тоже помогут, чтобы я не нервничала, ребенок уже был в первом классе, и большая нагрузка, я говорю, да, конечно, мои конфетки тебе помогут, вот, и у меня был какой случай, значит, мой результат по витамину В, не надо колоть пятую, но останов